Срочный выпуск буквально 7 часов назад, а именно сегодня 25 августа 2020 года Apple выпустила новое обновление Final Cut Pro X, а именно 10.4.9 в которое добавила новый функционал и улучшенные рабочие процессы Впервые в Final Cut Pro видеоредакторы могут создавать прокси в прорез или h.264 всего 12,5% от оригинала Библиотеку Final Cut можно также связать с уже имеющимися прокси в библиотеке Final Cut Кстати, этого недавно мне очень не хватало Final Cut X 4.9 вносит некоторые изменения, специально адаптированные под контент социальных сетей И об этом немного подробнее Впервые в Final Cut Pro видеоредакторы могут создавать прокси в прорез или h.264 с размерами всего 12,5% от оригинала Они также могут объединять прокси-носители, изображение и аудио на внешний или подключенный к сети диск Библиотеку Final Cut Pro можно даже повторно связать с уже созданными прокси для дополнительной гибкости Редакторы могут теперь ссылаться на прокси-носители, созданные сторонними приложениями через XML Если прокси-носитель недоступен для некоторых клипов, пользователи могут адаптировать рабочие процессы для отображения либо исходного файла, либо оптимизированной версии Final Cut Pro X 4.9 также вносит несколько изменений, специально ориентированных на контент социальных сетей Машинное обучение обеспечивает поддержку Smart Comfort для интеллектуальной обрезки видео до квадратных, вертикальных или других размеров Используя машинное обучение, клипы в проекте теперь можно автоматически анализировать на предмет доминирующего движения И интеллектуально обрезать с помощью Smart Comfort, чтобы преобразовать их в квадратное, вертикальное или любой другой видеоразмер Apple также рекламирует ряд улучшений редактируемого рабочего процесса Настройки камеры ProRes RAW, такие как ISO, цветовая температура и смещение экспозиции Отображаются в инспекторе впервые А теперь коротко и конкретно про функционал и новые фишки Final Cut Pro X 4.9, выпущенного 25 августа 2020 года Первое. Улучшены рабочие процессы прокси Создавайте прокси-носители с нестандартными размерами кадров 1.8, 1.4, 1.2 или в полном разрешении Выбирай создание прокси-носителя в ProRes RAW или H.264 Выбирай отображение сходного или оптимизированного мультимедиа, если прокси-носитель недоступен для некоторых клипов в вашем проекте Создавай копию библиотеки, предназначенную только для прокси, чтобы уменьшить размер для обеспечения производительности Второе. Инструменты для социальных сетей Автоматическое преобразование проектов для прямоугольной или вертикальной ориентации с помощью Smart Comfort Отображение медиафайлов за пределами окна просмотра при настройке масштаба, поворота и положения с помощью функции «Преобразовать нерабочую область» Добавляй настраиваемые положения в качестве экранного руководства или размещения текста или графики в квадратной или вертикальной рамке Появилась новая команда дублирует проект как в сочетании Smart Comfort, чтобы быстро создавать версию существующего проекта для соцсетей Третье. Также новые функции, касающиеся параметров камеры ProRes RAW, такие как ISO, цветовую температуру и смещение экспозиции Можно будет делать с помощью новых элементов управления в инспекторе Перекрестное затукание звука на соседних клипах за один шаг с помощью команды меню или сочетания клавиш Используются команды закрыт проект в новом раскрывающемся меню над шкалой времени, чтобы очищать историю проекта Теперь можно сортировать клипы или проект по дате последнего изменения в виде списка Добавился предварительный просмотр 360 градусного стереоскопического 3D видео одновременно для левого и правого глаза с помощью 360 градусов viewer Теперь появилась стабилизация 360 градусного видео с помощью инструментов инспектора одним щелчком мыши Также говорят, что повысилась надежность при импорте данной стабилизации через XML И самое главное, Apple рекомендует перед установкой обновления Final Cut Pro X Убедиться, что система по-прежнему соответствует требованиям Pro X системы Final Cut Затем обязательно сделай резервную копию своей текущей версии Final Cut Pro X и своих библиотек и проектов Только после этого можешь приступить к бесплатному обновлению Final Cut Pro X Субтитры сделал DimaTorzok